Дик, 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 дик. Куда? Сюда не можно. Так, сейчас Лена готова будет там. Дик, а ну будет здесь. А вон она, да? Да, да, да. Вот обратите внимание на нее. Она нормально двигается. Она как бы все нехорошо, кроме вот как будто беременная, причем на последней стадии. Есть. Дорогие друзья, мы находимся в вольере степных волков, которых мы привезли с Херсонского зауголка. У нас в гостях при штатном сегодня осмотре Василий, ветеринар, который очень часто помогает нам в сложных ситуациях, там, где мы не можем обратиться в государственные ветеринарные службы. Вот, потому что у него больше опыта работы с экзотическими животными. Ну и клиника частная, они очень много делают подобных операций. Василий, эти животные прибыли с Херсонского зауголка и у одной волчицы, по словам сотрудников этого зауголка, накапливается в брюшине жидкость. А в брюшной полости? Я впервые с таким сталкиваюсь, поэтому не смог ничего, никакого заключения своего, безусловно, дать. Я вообще думал, что она беременная. Нет, сказали, что, во-первых, они кастрированные, но, во-вторых, она не мешает ей как бы жить. Она стерилизованная. Да, она стерилизованная. Они питаются хорошо, она подвижная, вот, невяло, нет ухудшений никаких. И вот ваше мнение, ваше заключение, стоит ли как-то хирургически или медикаментозно начинать какое-то лечение и вообще возможно ли это, учитывая, что это уже давнишнее ее заболевание. Олег Алексеевич, скажите, пожалуйста, какой у нее возраст? К сожалению, никто не знает, у них нет паспортов, потому что украинские войска ушли, наши пришли, животные остались без документов, и мне их передали без документов. Все, что мы имеем, это сегодняшний здесь карантин, и можем сказать, что они вот на сегодняшний день здоровы. Но по возрасту ничего нельзя сказать, какой у нее возраст. Ну да, видно по ней, что сильно раздут живот, свисают. Конечно, нужно провести обследование животного, в любом случае. Сделать легенькую седацию препаратом, чтобы эта седация не навредила ей, не дала нагрузку на внутренние органы. Седация это кратковременное присыпление животного. Это не наркоз, это просто легкий сон. И это не эстаназия, прошу путать. Это легкий сон, хорошим препаратом сертифицированным. И что мы возьмем на анализ? Мы возьмем кровь, сделаем УЗИ брюшной полости, потому что в таком случае, когда асцит брюшной полости, это причина может быть либо кардио-проблемы, либо проблемы с печенью в основном. Поэтому нам нужно будет разобраться, взять анализ жидкости из брюшной полости, все это направим в нашу лабораторию, обследуем, и тогда я смогу дать заключение, что делать дальше. И нужно ли вообще что-то делать, если она возрастная. Поэтому иногда лучше не вмешиваться. А эта болезнь вообще, она только у животных? Нет, конечно, и люди страдают этим заболеванием. Нужно разобраться с причиной. Если это лечится, мы отключаем жидкость, назначим лекарства, и будем в дальнейшем мониторить ее и поддерживать ее состояние. Спасибо, доктор. Спасибо. Будем делать то, что можем. И в следующий раз обязательно подготовимся, и сделаем прицепление, и возьмем необходимые анализы. Ну и вас проинформируем, дорогие друзья, кто следит за судьбой херсонских волчиц, кто неравнодушен вообще к судьбе наших животных. Будем сообщать о наших действиях и результатах. Но вы видите, что ничего устрашающего нет. Что они прошли карантин, волки, мы выпустили самца, они дружны здесь. Ну и вот с приездом Василия мы узнаем правду после исследований и получения всех результатов анализов, уже правду узнаем об этом заскорузлом заболевании, которое есть у херсонской волчицы. Спасибо всем, кто с нами. До свидания. Разберемся с проблемой.